Те не могут дать от своего общения нормального духовного учителя. Или письмо напринимают себе на тысячи учеников и думают, что это все какие-то святые личности. Но им же надо будет общение давать этим ученикам. А не по 5-10 лет в отрыве от духовного учителя, которым они привлеклись. Поэтому неправильно. Духовный учитель должен не привлекать сам, а привлечить своих учеников. Тогда этот ученик остается на месте, и они через него черкают это вдохновление. А он больше склонен к Ване. Мало у него вапу, и больше Вани. Тогда они сейчас таким человеком. На месте есть представитель этого гуру, и у него есть отношение с Ваней. А мы тогда что-то вапу через него получаем. А когда нет учеников нормальных, только это лично. И потом у него тысячи учеников, а он не дает никакого общения. А человек не видит, с кем привлекаться. А этот гуру за 10 тысяч вёрст. За 10 тысяч вёрст. И по письмам там, не укради, не уги. Вот как я говорю, мы это не читали. Ему нужно вот это общение. Представим, как со мной общаются. Потому что мы заходим, видим, спрашиваем, лекцию слушаем, вдохновляем, что он знает все наши мелкие проблемы, но там уху нашу. Понимаете, да? И тогда вроде как бы это лечит. И правопада хотел так устроить. И он для этого сделал президенту, чтобы это были люди, которые воплощали в себе роль духовных учителей. Тех людей, которые служат под их руководством. Оригинальные секретари воплощали роль GBC. Законародного органа. Человек, слушая президента, лекции, общая, он как бы чувствовал замоку духовного учителя через эту личность. Поэтому я всегда был категорически против. Мой гуру, ваш гуру. Как же это? Каждому своего президента, что ли, да? И тогда был кризис, помню, из-за этого. И все стали делать что? Храмы каких-то учеников начали появляться. Храм Рахини Суты, праву храм Харикеши, Махараджи, храм... То есть все ученики... Почему? Потому что там, по крайней мере, они принимали авторитет. И это сразу что? Мои и их. И началось противоречие. И поэтому я был категорически против. Нет. Все должны принять правку пану. А это разделяя властвую, там не нужно. Все должны принимать этого. Отчаяние дружбы. И каждый духовный учитель должен играть роль консолидации, то есть сотрудничества. А это все зональные отчаяния, что последствия идут. И поэтому, говорится, принять авторитет, это означает служить под руководством конкретной личности. Конкретной! И вы говорите, то-то, шикшу можно принимать от всех. То есть какие-то добавления улучшить, как вот шикшу в отношении этого шикши или дикши. А не значит, что-то. Вот, искать или здесь, что мне удобнее. Вот, сегодня удобно эту шикшу принять, завтра эту. И так неофиты всегда понимают. Шикш много, шиш там, а на шикшах. Шишек много, а шикш она одна. И поэтому они начинают цитируют каких-то других авторитетов и лбами сталкивать их. Это делают неофиты. Потому что авторитеты, когда вместе собираются, мало там каких-то противоречий. Мало. А если даже есть противоречия, то им легче друг друга понять. Ну, давай ты сделай так. Всегда все держится на авторитетах. И когда авторитет разрушается в организациях, тогда вот все это разброд и шатание начинается. Потому что все равно все держится на личностях. Это в БАД вот видите, говорится везде. Поэтому Крупада не пустил своих братьев в Бога в Ископ. Только по этой причине. Что тогда Искон разобьется на всякие группы. И он потеряет свое значение. Мировое значение будет потеряно. Как в какой организации проповеднической? Проповеднической. Со строгими правилами. Со строгими ограничениями. С таким мощным энтузиазмом проповедническим. Он уничтожен будет Искон. В Шате будут их на Радхакунду. По одному кругу Джапы. Сразу шнуры на них вешать. И все. И у человека не будет духа проповеди. Не будет. Понимаете? Я бы никогда не стал никуда ездить, если бы я попал где-то на три круга там. И там что-то еще. Да блин, что это? Они все занимаются бизнесменами. Они все ерундой занимаются. И лезут в чужой храм со своим уставом вечно. Паразитировать на чужой проповеди всегда хотят. Потому что у самих нету сил, нету шахти. Поэтому я говорю, что человек, не инициированный премием или брамотом, должен всегда заниматься проповедью. Приводить новых людей. Их культивировать. Приводить культивировать. И культивировать не для себя, а вот в этой общине. Для общих. Общие ценности. Не какие-то свои определенные ценности. Противопоставить ценностям какого-то другого авторитета. А общие ценности. А общие ценности дал только Шилл Павлов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok